26 апреля в России отмечают памятную и вместе с тем скорбную дату. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти их жертв. В Твери памятный митинг традиционно прошел возле мемориала в сквере чернобыльцев. Ветераны Чернобыля и вооруженных сил, представители органов власти и молодежь из учебных заведений, а также патриотических организаций. В это солнечное утро все они пришли, чтобы еще раз почтить память жертв чернобыльской катастрофы. Чтобы еще раз вспомнить подвиг многих тысяч людей. В этот день мы отдаем дань памяти и уважение подвигу людей самых разных профессий, спасших мир от последствий аварий на объектах атомной энергетики. Желаю всем доброго здоровья, благополучия и долголетия. Игорь Михайлович Руденя, губернатор Тверской области. Среди тех, кого почти сразу стали назвать ликвидаторами, было немало и наших земляков. Например, Борис Грушко, который стал свидетелем массового героизма. Как, например, вылет на задание полковника Волкозуба, летчика-инспектора 17-й воздушной армии. В 16 мая ему была поставлена задача взлететь на вертолете и опустить термопару в реактор. Тогда еще не было ни саркофага, ничего. И показания этой термопары привести ученым. Он не знал, что его ждет. Эта задача была поставлена ему, и он ее выполнил. И таких примеров тогда, в 86-м, 87-м году было немало. Люди демонстрировали удивительное самопожертвование, борясь с таким страшным и невидимым врагом, как радиация. По сути, они защищали не только окрестные регионы Советского Союза, но и всю Восточную Европу. По поручению председателя законодательного собрания Сергея Анатольевича Голубева, всех своих коллег, депутатов законодательного собрания, сказать слова глубочайшей благодарности всем тем, кто заслонил наши семьи, наши города, наших родных и близких от этой страшнейшей беды. С 1993 года в нашем регионе действует областной союз Чернобыль. Он объединяет 13 районных и городских организаций. За период работы структуры и при ее активном участии удостойны государственных наград 932 жителя Верхней Волжи. Их заслугу признал в своем адресе и глава Твери. Сегодня Тверская организация «Союз Чернобыль» ведет активную общественную деятельность и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Оказывает поддержку тверским ликвидаторам аварии и семьям погибших героев. Желаю вам и всем членам Союза Чернобыль здоровья, благополучия, стабильности и всего самого доброго. Глава города Твери Алексей Валентинович Огоньков. Из 4300 граждан Тверской области, пострадавших от традиционных аварий и катастроф, 2752 человека принимали участие в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. 249 являются участниками подразделения особого риска. 872 человека было эвакуировано и переселено из зон загрязненных радиаций. 828 пострадавших ушли из жизни. Около 300 стали инвалидами. Мы славу воздаем героям и сохраним их имена.